Богатейшая история и летопись современности. Марафону празднования столетия образования Чувашско-Автономной области дали официальный старт. К юбилейной дате приурочили грандиозное театральное шоу. О самых запоминающихся эпизодах и героях дня сюжет Дмитрия Ковалева. Ледовый дворец преобразили яркие тона. Для фотосессий девушки в стилизованных национальных костюмах на арене уникальные декорации. Спецэффекты завораживают взгляд на старте культурного марафона и парад муниципалитетов. На ледовой арене вся история становления республики и культурное достояние Чувашии. Часовое театрализованное шоу, где артисты и зрители единое целое. Грандиозный старт культурного марафона. Республика закрепила свои границы 54 года назад. Сейчас это 21 район и 5 городов. В колоннах муниципалитетов известны на весь регион люди. Те, кто вписал свое имя в летопись Чувашии. Слоган юбилейного марафона «Перле», что в переводе с чувашского языка «Вместе». Только объединив усилия, можно преодолеть любые трудности, отметил временно исполняющий обязанности главы региона. В послевоенные годы в республике были возведены крупные заводы, построена Чебоксарская ГЭС. В основу сюжетной линии театрализованного шоу легли и другие вехи истории, отправной точкой которой стало 24 июня 1920-го, когда декретом в ЦИК и Софтнаркома была образована Чувашская автономия. Некий элемент гордости и гордости тем, что мы являемся одной большой семьей. И, как известно, за эти 100 лет Чувашской автономии мы не помним, чтобы здесь у нас на территории были какие-либо напряжения на фоне межнациональных отношений. Очень было всегда приятно, когда Чуваши уже из других регионов тоже, скажем так, приобщаются этому Чувашскому единству. Юбилейных медалей в честь столетия от Фрио главы региона были удостоены митрополит Варнава, народная артистка Советского Союза Вера Кузьмина, почетный гражданин Чебоксары Ван Долгушин. Более 35 лет он отдал заводу промтрактор. Для Чувашской республики промышленность – это главный локомотив, который потащит, чтобы людям жилось лучше. Это налоги, это дороги, это тротуары. А самая главная мечта моя – чтобы завод всегда прекрасно работал, чтобы у людей, которые живут в Чебоксаров и на Чувашской земле, была работа на своей земле. И сейчас, сегодня, когда мы здесь вот на этом прекрасном представлении видим всю историю нашей Родины, нашей малой Родины, нашей прекрасной Чувашской республики становится очевидным связь времен. От масштабного театрализованного представления захватывало дух, говорят участники праздника. Почетные места отвели для ветеранов. Это для нашего поколения, будущего поколения. Меня душа радовалась, потому что я знаю, теперь знаю, что наши внуки нас не подведут. Задача сегодня – это объединить людей, которые проживают в разных уголках нашей большой страны, для того, чтобы это был действительно общенародный праздник, для того, чтобы это был следующий скачок, следующий толчок для нашей будущей истории, для наших детей. И все таланты, которые проживают на территории нашей республики, они были реализованы. И впереди масштабный праздничный марафон, который будет длиться весь год. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Павел Олитков, Андрей Шоклев, Бахтияр Велиев, Республика.